Соседы сверху дискотека. Я вас категорически приветствую на своем канале. Если кто-то еще помнит, если кто-то еще подписан на этот канал. Последнее видео было весьма многообещающее. Недельник очень тяжелый. Вчера у меня случился нервный срыв. Я уже не могу. И как бы по нему было понятно то, что все плохо тогда было в тот момент. Сейчас, когда уже прошло целых полгода с того момента, я могу сказать то, что да, действительно, то время, как я и говорила, оно было в принципе самым сложным за 21 год. В этом видео я не буду плакать, я просто буду с собой. Вот это видео конкретно. Скорее, это просто краткая сводка по тому, что было, по тому, что планируется в будущее время. Я не буду все раскладывать вот так вот детально по месяцам, потому что главная вещь, которую я приобрела за эти полгода, это просто напрочь отбитая память по некоторым вещам. Поэтому, если я даже захочу рассказать что-то по месяцам, я могу просто не вспомнить. Вот, допустим, что-то случается, проходит месяц, мне кто-то об этом напоминает, и я уже не помню, что тогда происходило. Напишите, если у кого-то так же, и напишите, вы считаете это нормально или нет, потому что мне-то ок, вроде более-менее какие-то базовые вещи я все-таки помню, но жить с этим определенно сложнее, потому что другие-то люди помнят, а ты нет, и ты такой, ээээ. Самый главный апгрейд этого года, наверное, это изменение отношения к учебе и какой-то определенный рост в плане как человека. Я сейчас не хочу хвастаться, я сейчас не хочу вот этого, чтобы меня похвалил кто-то. У меня, в принципе, никогда деятельности на это направлено не было. Просто как бы, ну, ребят, ну, констатация фактов, ну, я просто рассказываю о себе. Ну, да, ну, заработала миллион, ну, вот-вот, горжусь. Сделала ногти. На первом курсе они были свои, а сейчас они наращенные, потому что свои я оторвала, и эти я точно не отгрызу. Зубы-то больные не берут такие ногти сильные. Главный апгрейд этого года, то, что я теперь работаю, причем так, то, что я плюс-минус довольна собой. У меня есть официальная работа, на которой я устроена, это лаборантство химфака, привет. Перед тем, как я устроилась на эту работу, я где-то 3-4 дня провела на химфаке чисто, чтобы переписать все реактивы, которые находятся на кафедре. Ладно, не на кафедре, в практику миниорги. Это было очень весело, потому что там теперь есть гугл-таблица на 400 с чем-то штук. Можете заметить то, что за окном идет снег, и у меня зеленый отблеск на очках. Я, когда буду менять очки, я сделаю так, чтобы у меня вот эти вот стекла не были цветными, потому что я понимаю то, что реальная картинка и то, что вижу я в очках, оно немного отличается по цвету, и меня это бесит. И это отличается совсем немножко, но меня это бесит, то, что я вижу мир немного зеленее. И помимо этого, у меня была работа в качестве репетитора, но теперь я более укрепилась в этом деле, и мне это очень нравится, и я рада, что это другим людям тоже очень помогает. Те, кто хочет мою будущую онлайн-школу, пожалуйста, записывайтесь в ряды добровольцев. На вас как бы сейчас главные опыты проводятся. Да нет, это уже слишком как-то. Сентябрь был очень сложный, и октябрь, в принципе, тоже. Вы все это видели по моему одному видео, которое вышло за тот момент. Это было сложно как в плане дел, которые мне нужно было сделать, потому что тогда я как раз устраивалась официально на работу, так и в плане учебы, потому что тогда адаптация к кафедре органической химии еще не прошла. Сейчас я считаю то, что я просто преисполнилась в этом. Все, как бы. Мы как бы через очень многое прошли, и мы можем гордиться тем, что мы выжили с относительно хорошими результатами. Я говорю относительно, потому что я не хочу себя приравнивать ко всему курсу. У всех как бы разная ситуация. Это вот, кстати, еще тоже одна вещь, которую я потом скажу по поводу сессии. То, что изменилось во мне в плане отношения к учебе, это, пожалуй, самая главная, самая радостная вещь. Ребята, я просто поняла то, что можно иногда не учиться. Вы знали об этом? That's all, folks. То, что можно что-то не учить, и у вас все равно будет получать... То есть, типа, вы можете что-то не сделать, какую-то контрольную там к ней не подготовиться, к какому-то семинару не подготовиться, и вы ничего не теряете, потому что, во-первых, вы потом будете сдавать экзамен по этому предмету, а когда вы будете готовиться к экзамену, вы все это будете уже знать. А как бы какие-то промежуточные контрольные, вам главное следить за тем, что у вас рейтинг сильно не проседал, и все. И все. Это к тому то, что я перестала усираться, прям вот усираться, и это тоже дало какое-то определенное положительное влияние, потому что я не усираюсь по тем предметам, по которым не нужно усираться, соответственно, я трачу больше времени на то, что мне нравится. И это так приятно, потому что ты вот это время, которое у тебя есть, ты тратишь именно на то, что тебе и нравится в процессе, и нравится, когда получается в будущем, и как бы ты чувствуешь себя от этого более полезным, чем ты потратила на какую-то херню, которая потом оказалась вообще не нужна. Это я сейчас говорю про автомат по крестам. Типа, ребят, если вы до сих пор страдаете комплексом отличника, вот это все, вы можете дальше продолжить им страдать, но при этом перекинуть вот этот вот трудоголизм на какие-то вещи, которые для вас уже имеют большее значение. Это какая-то дифференциация сил в любом случае нужна. Вот, поэтому если вы по-прежнему продолжаете усираться по всем предметам одинаково, я вам советую свои взгляды пересмотреть. Вот, это не навязание своего мнения, это просто вот мои наблюдения, которые мне очень сильно помогли. Типа, когда, говорю, когда ты не готовился к зачету, но тем не менее все равно его получил, или когда ты не готовился к контролю, но тем не менее получил по ней нормальную оценку, которая потом тебе дала автомат. Я считаю, это просто, ну, так, оказывается, можно было и раньше делать, но я рада, что я к этому пришла в итоге. К слову о сессии, как она прошла, она прошла достаточно мягко, потому что, опять же, я вам сейчас сказала про автомат, на который я вообще не рассчитывала, я думала, что я буду сдавать кресты. В ночь, когда я еду в поезде на Новый год домой, интернета нет, связи нет никакой, староста кидает сообщение в группу, я вижу то, что он скинул список автоматчиков по крестам, а меня там нет, а связи у меня как бы нет. Оказывается, что всё-таки у меня, типа, автоматом 5, а я уже настроилась на то, что мне нужно будет 3 экзамена сдавать в сессию. Это ещё больше закрепило во мне мнение, что можно что-то не делать, и всё равно, как бы, я снова обогнал их. Потому что я снова обогнал их, снова обогнал их, снова обогнал их, снова обогнал их. Я снова обогнал их. Да, почему я говорю то, что 3 экзамена, вообще, по факту, должно быть 4, но я в семестре, вот как раз когда усиралась, Я чувствовала, по каким вещам нужно больше усеряться, по каким меньше И так получилось, что я по радиохимии получила тоже автомат Мне там хватило и баллов за контрольный, и баллов за практику В общем, по рейтингу, у меня опять автоматом вышло У ребят, которые на экзамен пошли, там, по-моему, ни одной пятёрки не было Ну, как бы, ребят, пожалуйста, если меня смотрят, мои однокрупненькие Вы можете меня захейтить за вот это вот, то, что я рассказываю То, что у меня там два автомата, вот это вот всё Но я этим никогда не кичилась И, возможно, не всегда это было честно, то, что мне его давали Потому что это несоразмерно усилием, которое я прикладывала Ну, так, на самом деле, только с крестами Пожалуйста, не ставьте мне дизлайки Всё равно их отключили, как раз, чтобы вы не смогли этого сделать Получается, поскольку я сдавала только два экзамена Это 8 января квантовая механика и 14 января это органическая химия Да, в итоге, кстати, я закрылась на 5 Удивительно Было сложно готовиться, было нормально сдавать Вот так вот я могу сказать Сессия действительно была жёсткая Особенно у тех, кто сдавал все экзамены Но, опять же, самое тяжёлое было это подготовка Сами экзамены прошли более-менее легко Мне даже... Мне очень понравилось сдавать кванты Я сдавала лектору, и он спросил у меня вот ровно так, как я хотела Чтобы меня спросили То есть, и попроще, и посложнее То есть, как бы, мне прочекал на все степени познания квантовой механики И задал потом ещё какие-то дополнительные вопросы И в итоге я сдала экзамен где-то минут за 15-20 И вышла, типа, заслуженная пятёрка И я прям очень рада Ну, это прям мне самое приятное Потому что в течение семестра в какой-то момент Мне просто стало на кванты насрать где-то в середине До этого я смотрела, я даже была в курсе того, что там происходит Потом я благополучно, опять же, забила в пользу других предметов И потом я смотрю просто на то, что нам нужно сдавать И я такая, я это не хочу, и я это не могу А, как оказалось, типа, нормальный предмет Мне вообще даже очень понравилось Потом была арга На арге самое главное было в течение семестра Сиррейсинг нормальный набрать, чтобы по итогу 5 получить И попасть к более-менее адекватному экзаменатору Ну, вот у меня была нормальная экзаменаторша Типа, вообще, одна из самых лайтовых, как я считаю Не могу сказать, заслуженно это было или нет Типа, могла бы я сдать кому-то более жесткому Да, могла Но рада ли я то, что попала конкретно к ней Я этому очень рада, потому что, как бы, самый стрессовый И самый такой, ух, экзамен Он прошел для меня лайтово И, как бы, лучше так, чем я буду страдать И по итогу получу еще, не знаю, какую-нибудь неприятную оценку для себя У меня все хорошо в этом плане Всем, кто переживал С 18 января я дома Уезжаю я отсюда 2 февраля Потому что, как бы, все каникулы дома Торчать я не хочу Все-таки в Москве тоже нужно что-то сделать перед семестром Да, кстати, семестр у нас начинается дистанционный И продолжается так весь февраль И мне кажется, то, что он так будет продолжаться не только весь февраль Ну, в общем, посмотрим, ребята Главное, следите за своим здоровьем Там по поводу статистики коронавируса Я не буду уже ничего говорить Потому что похоже, что действительно это правда Ну, то есть, там, ну, мы считаем Мы будем сидеть пердеть на дистанционке Скорее всего, даже на праке нас не выпустят Ну, не скорее всего, а на праке нас не выпустят Ну, то ладно Я надеюсь, это будет не навсегда И мы через это пройдем Будет больше свободного времени для самообразования Я специально выбрала такую высоту штатива Держания телефона, чтобы я могла красиво сидеть, сутулившись Типа, у меня вот осанка У меня вот такая вот осанка Я сижу с ней И мне так комфортно, когда я так сижу Я, кстати, на полу сижу У меня был список дел на Самару Который мне нужно сделать за время своего пребывания в Самару Я большую часть из него сделала Я тоже безумно рада Я приготовила все, что хотела Я попробовала все, что хотела Ну, я, правда, там за город не съездила Но это ладно, мне не с кем И перец куда-то в зиму Когда еще погода Ну, как бы, погода хорошая Не холодно Но солнышка нет Я очень люблю солнышко То, что давно хотела Я прошла целую программу от Хлои Тинг Двухнедельную Two weeks shred challenge Теперь я, как бы, машина практически Вот, вот такая Вот, посмотрите на эти банки Ух, ё Сейчас это, позвоночник треснет Хочу продолжить заниматься спортом И когда приеду в Москву Как это будет происходить, я не знаю В зал, естественно, я записываться не буду Потому что у нас вирусы ходят Буду на скакалке, на лестничной клетке прыгать Я сходила в школу Мне было очень стрёмно Потому что я, как бы, всегда, когда хожу в школу Во-первых, я хожу в школу каждый год После того, как после сессии приезжаю в Самару Если такое бывает И каждый раз я думаю то, что в школу кроме меня никто не ходит И я, типа, такая Здравствуйте, мне больше нечем заняться Поэтому я хожу в школу Но на самом деле, как бы, я это делаю Потому что мне, во-первых, нравилось учиться в школе С некоторыми своими друзьями я общаюсь тоже до сих пор Которые там были Соответственно, школа мне очень много что дала Как бы, она этот комплекс отличненько развила И отпустила меня с ним во взрослую жизнь В которой произошли вот такие вот перемены Про которые я вам рассказывала Учителя меня все любили И, как оказывается, им очень интересно знать Как дальше развивается наша будущая жизнь Выпускников школы К тому же могу сказать то, что Наш выпуск все-таки Он один из самых таких Которые учителя запомнили Потому что мы еще более-менее тогда учились То есть тогда просто тиктока не было И инстаграма так сильно развит Вот поэтому нам приходилось развлекаться тем То, что вот кто-то бухал, а кто-то учился Если у вас тоже есть такая возможность сходить в школу Сходите к своим учителям Порадуйте их Я, как вы знаете, кто подписан на инстаграм Была в Сириусе В качестве стажера Мне было очень приятно поехать туда даже так Ну не даже так Это на самом деле очень большой апгрейд Потому что я в Сириусе не была как ребенок Я, во-первых, не знала про то, что это место существует Потом мне ребята про него рассказали Я такая, господи, это же, по-моему, походит на что-то очень прекрасное И они там были как дети А я нет И поехать первый раз даже вот в качестве такого Не в качестве ребенка Это тоже очень большой и классный опыт Мне очень понравилось Если меня туда еще раз позовут, это будет очень классно Что я вам хочу сказать Ребят, если вы увлекаетесь химией Или какими-то науками Или чем-то типа того Не просто на уровне сдать что-то в школе Пятерку получить А вот на чем-то более таком углубленном И вы хотите разбираться в сути вещах Попробуйте поучаствовать в олимпиадах в каких-то конкурсах Чтобы потом поехать в Сириус Потому что то, что там кормят пять раз в день Это уже очень прекрасно Вы можете почитать на официальном сайте Сириуса Там про то, что это такое Как туда попасть Это все Я деталей не знаю, к сожалению Но могу, говорю с уверенностью Сказать то, что место очень классное И оно вам во многом поможет По крайней мере понять то, что да Я там, где я должен быть Или наоборот Заранее определить то, что нет Это все-таки немного не то, что я хочу Самое главное Это берегите здоровье Это все Я очень рада, что у меня есть друзья То, что они по-прежнему со мной Я очень рада, что у меня постепенно Складывается такая вот определенность По поводу того, где я хочу быть То есть я постепенно понимаю Что мне нравится и что мне нужно Уже даже в плане химии Уже даже в плане работы Что будет в следующем году, посмотрим Как бы третий курс тоже сложный Второй семестр И четвертый курс тоже сложный Но потом уже будет нормально Живем просто мыслью о том Что рано или поздно это закончится Но, опять же, мне нравится учиться В процессе это все как-то Проходит и проходит Очень важные для меня слова Я когда-то выкладывала в инсту В сторис Я приложу вот сюда Можете ознакомиться, почитать Это тоже касается отношения к учебе Я могу сказать то, что я по-прежнему люблю жизнь Хочу сказать то, что по-прежнему мне нравится То, что я нахожусь там, где я нахожусь Просто буду жить дальше и делать все, что считаю правильным и нужным Так сказать, как сказала поперечный когда-то Ебаж Я вот этим сейчас примерно и занимаюсь Я по-прежнему не купила камеру Если не камера, то когда-нибудь надо будет купить себе новый телефон Потому что у меня iPhone 6s Я тогда переходила в девятый или десятый класс То есть где-то в шестнадцатый, семнадцатый То есть прошло лет шесть, семь Но по-прежнему снимает прекрасно просто Я недавно сняла с телефона защитное стекло Впервые за все время пользования им Я сейчас хожу без второго стекла, наклеенного сверху И вы не представляете, какой кайф Я нажимаю теперь на эту кнопку каждый раз с таким удовольствием Она типа не проваливается, она прям на уровне стекла Желаю вам удачи, здоровья Пожалуйста, держитесь Все, что вам не нравится, рано или поздно закончится Может быть рано, может быть поздно Все, что вам нравится для себя, выделяйте И приумножайте в свою жизнь Или если у вас такого нет, вы не можете выделить, вносить Жизнь одна в любом случае Нужно попробовать все Прям вот совсем все, я считаю Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии Ладно, все, я пойду сейчас, наверное, к бабушке Потому что я ее люблю Большое спасибо, что вы все еще со мной Большое спасибо, что вы мне пишете такие приятные вещи Все ссылки на социальные сети будут в описании Либо там где-нибудь тут Любите маму, любите себя, просто любите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!